Всем пушистых кроликов! С вами Чаби! Барби или Братс? Винкс или Чародейки? Монстр Хай или Эвер Афтер Хай? И среди всего этого файтинга затесался скромный мультсериал про ангелов и демонов, про который мало кто говорит на сегодняшний день, но я что в детстве, что сейчас не могла обойти его стороной. Видео предстоит долгим и насыщенным, поэтому скорее приготовь там себе свой любимый напиточек, устраивайся поудобнее и погнали! Друзья ангелов. Итальянский мультсериал, за основу сюжета которого взяты комиксы 2007 года с одноименным названием. Комиксы я не читала, была знакома только с первым сезоном мультсериала и то посмотрела его в далеком 2012 году, а это на секундочку уже 10 лет назад, поэтому вообще ничего не помнила, кроме имени и внешности главной героини. Сериал состоит из двух сезонов, в которых по 52 серии на 13 минут, где две минуты себе забирает опенинг и эндинг. В целом серия идет минут 10-11, что крайне неудобно, так как серии летят с бешеной скоростью, постоянно обрываются и ломают восприятие и повествование. Сюжет разворачивается вокруг ангела Раф. Да-да, давайте оставим шутки про кофе. Она спускается на землю и поступает в золотую школу. Там же учатся ее подруги, Ури, Сладкая и Мики. Их противники демоны, Кабали, Кабирия, Гас и Сульфус. Задача ангелов охранять и защищать обычных людей, направлять их на верный путь, когда демоны должны запутывать и толкать на обратное ангелу решение. В мультфильме их называют неверными, но мы еще поговорим об этом. На каждого человека выделяется по одному ангелу и демону, которые влияют на его дальнейшее решение. Своего человека они называют подопечным. Чтобы решить, кто первый будет оказывать влияние на своего подопечного, есть специальная комната состязаний. Там по очереди ангелы и демон выбирают испытания, и кто выиграл, того и тапки. Во время первого испытания в комнате состязаний Раф касается демона Сульфуса, тем самым нарушая ВЕТА. ВЕТА – аббревиатура с итальянского «Vietato exporsi, toccare, ostacolare». Оно существует, чтобы хранители не лишали свободы воли своих подопечных, и лишь только направляли их, и чтобы ангелы и демоны держали дистанцию со смертными и друг с другом. Дистанция означает не касаться, не влюбляться и тому подобные вещички. Раф и Сульфус за свой грех получили энергетический разряд и звезду на месте, где соприкоснулись, которая потом каким-то образом исчезает. За их деяниями в Лимбо – это тюрьма для всех изгоев мироздания – начинает наблюдать Рейна. Ее цель – чтобы Раф и Сульфус совершили кощунство и поцеловались. С помощью платка, которым ангел вытерла свои слезы, и перчатки демона, она создает паука, который кусает Раф и Сульфуса. И волшебным образом эти двое начинают чувствовать друг другу симпатию. Хотя в источниках в интернете сказано, что паук не заставил их влюбиться, а лишь подтолкнул их позинаться друг к другу. Также паук уменьшает последствия Вета. На протяжении многих серий Рейна и ее раб Малаки всяческими способами вынуждают Раф и Сульфуса совершить грешок. То запечатывают их в пещере, то заставляют ревновать, то перемещают их в лабиринт, то заколдовывают шар судьбы, перемещая в прошлое, дабы они были отрезаны от учителей и друзей. В этом прошлом они видят своих влюбленных друг в друга гендер-бендер, которые целуются, поддавшись их философским высказываниям и чувствам, решают повторить за ними. Рейна освобождается от оков, и великое кощунство оборачивается обычным несильным землетрясением. Злодейка перекочевывает жить в дом Малаки, а учителя узнают, что поцелуй Раф и Сульфуса подстроила Рейна, и рассказывают ученикам ее историю. Позже Рейна открывает Раф правду, что она избранная, по что родилась человеком. В доказательство у нее есть родимое пятно на шее. Чтобы украсть все портреты из священной комнаты и подчинить себе волю людей, нейтрал говорит Раф, что ее родители погибли при трагических обстоятельствах, но она может их увидеть, если войдет в ту самую комнату. И пользуясь тем, что Раф, а Каблум вся такая, «О нет, мне всю жизнь врали, я должна узнать, у меня шило в заднице», с помощью Сульфуса открывает комнату и остается облапошенной Рейной. Попав в дом Рейны и представившись ее новым союзником, Раф проникает в комнату, где нейтрал спрятала все портреты. Малаки, пришедший ей надавать поджопников за это, видит свой портрет и понимает, что Рейна владела его волей и сознанием. Он сообщает, что Раф его дочь, «Я твой отец». А ее мама пропала, ее унес загадочный вихрь. Раф собирает всю команду из друзей-учителей, в итоге побеждает Рейну своим энчантиксом, и все хорошо, всех отправляют на каникулы, а нам кидают удочку на второй сезон, показывая в самом конце мать Раф, которая спит вечным сном. Основной сюжет переплетается с тем, как ангелы и демоны направляют и влияют на людей. Думаю, что изначально именно эта задумка зрителей и зацепила. Мы не раз видели, как в разных мультфильмах или сериалах на плечах у героев появлялись ангел или демон и подсказывали, как ему поступить. Концепция школы и возраст персонажей также располагает к себе. Трудности в социализации, первая влюбленность, желание влиться в компанию крутых ребят, развод родителей и тому подобное. С этими трудностями сталкивался каждый. Отсюда меня и зацепила идея того, каким образом и как ангелы и демоны будут справляться с проблемой своего подопечного. В мультфильме их это самое направление является переодеванием в костюмы разных профессий и социальных групп и случайное столкновение со смертным. Мои друзья ангелы и я часто переодеваемся, чтобы стать другими людьми. Полицейскими, пожарными или просто школьницами. Идеи, на мой взгляд, интересны, но когда они из раза в раз переодеваются и появляются перед людьми, теряется эффект и это начинает надоедать. Особенно бесят бесконечные превращения то в смертного, то обратно, лишь бы занять и так короткий хронометраж. И вот интересно, люди видят разную внешность у переодетых ангелов и демонов или их вообще не волнует, что им встречается на пути один и тот же человек? Было бы интереснее, если бы они помимо переодевания использовали знаки, ну типа как знаки судьбы, совпадения и что-то подобное. Также в этой идее меня смущает то, что если у каждого человека на Земле есть ангел и демон, то получается этих существ должно быть, ну, 14 миллиардов на Земле. Половина ангелов, половина демонов. Золотая школа является смежной для людей и ангемонов. Давайте скрестим, пожалуйста, ангел и демон, а то я уже заколебалась говорить, окей? Получается, в каждой школе смертных есть по школе для ангемонов или у них на всю вселенную единственная золотая школа? В аналогичных фэнтезийных произведениях по типу Гарри Поттер нам объяснили, что Хогвартс не единственная школа волшебства. Ладно, давайте опустим планку. В аналогичном итальянском сериале «Винкс» мы встречаем и ученицы школы Бетта, и школу на Линфе, и Терноног. Но в «Друзья ангелов» подобного не упоминается. Особенно меня кринжует, что в большинстве случаев создателям лень даже массовку учеников из ангемонов нарисовать. Создается впечатление, что в школе только 8 учеников. К примеру... Тишина в зале. Мы начинаем дисциплинарное слушание по делу Рапы Сульфуса. Пустое помещение, где собрались только 8 учеников и 2 учителя. Офигенное слушание. Сегодняшний урок касается и демонов, и ангелов. Окей. А это все ученики, что у вас есть? Или вы как-то за кадром определили, что никому кроме них урок не нужен? В 23 серии на турнире «Света и тьмы», когда шар судьбы выбирает, кто с кем будет состязаться, уже и до распределения. Всем все давно понятно. И так тупо смотрится, когда всех уже распределили, кроме Рафа и Сульфуса. Смотреть, как шар очень долго выбирает пару для Раф. Раф. А ее соперник? Это невозможно. Сульфус. Обалдеть. Сульфус. Вот это неожиданность. Ангелы и демоны отличаются друг от друга. Воспитанием и характером, силами и пристрастиями, своим видом и поведением мы противостояли друг другу испокон веков. Существование ангелов и демонов зависит от жизни людей, поэтому их так важно охранять и направлять. Ангелы давят на совесть, альтруизм и правду, когда демоны, на то и искусители, направляют поступать больше, поддавшись негативным эмоциям и эгоизму. Можно подумать, нафига вообще нужны демоны, раз они направляют на плохие поступки. Но в большинстве моментов мультсериала я была на стороне демонов и очень сильно кринжевала с действий ангелов. Во второй серии профессор Темптель говорит вот эту фразу. Надо любить себя и чихать на всех остальных. Вот главное, чему вы должны научить людей. Из уст демона это типа должно означать что-то неправильное и плохое, когда я считаю, что это офигеть, какое классное качество. Дайте мне такого демона, который научит меня так делать. В 36 серии Дженнифер случайно увидела, как Эдвард громил класс. И ангелы какого-то хрена решают, что это Дженнифер должна поговорить с Эдиком, чтобы тот сознался. Извините, а какого хрена? Почему они вообще трогают совесть Дженнифер, когда должны давить на совесть Эда, чтобы он сам сознался в содеянном? Она вообще не обязана никому ничего говорить. Ты должна поговорить с Эдвардом. Я? Ты должна убедить его во всем сознаться. Тогда тебе не придется на него доносить. Ты должна постараться уговорить его. По-моему, поговорить с Эдвардом и натолкнуть его на правильный путь – это ваша работа. Поэтому ангел и демон – это не про добро и зло, черное и белое. Это два разных решения, не являющихся плохим или хорошим. Иногда решение подумать о себе, а не о других, гораздо лучше. Иногда наоборот. И в этом нет ничего плохого и хорошего. Тем более, что в мультсериале показано, что демоны также боятся навредить подопечным, оберегают их и в своем роде заботятся. В 21 серии, когда Эдик был разозлен, что его отец вновь не сможет с ним увидеться, он сел на моцик и гнал, несмотря по сторонам. Чтобы предотвратить аварию, ангелы и демоны объединяются и притворяются дорожными работниками. Ты хочешь, чтобы мы сделали что-то хорошее? Мы? Мы же демоны! Посыл, что демоны всегда направляют на плохое, меня очень бесил. Потому что в таком случае, та же самая фраза «Темптельт» про любовь к себе должна восприниматься негативно, ведь демоны говорят, делают и направляют только на плохие вещи. Было бы здорово, если бы мультфильм не делил сам себя на добро и зло, потому что в таких моментах реально можно подумать, а зачем тогда нужны демоны? Жизнь нам испортить? Постоянные фразы «Мы плохие», «Мы нарушаем правила», «Бугагашенька» сильно подбешивают и опускают мультсериал до уровня детского сада. На протяжении мультфильма ангелы могли поступать гораздо хуже демонов, а те же демоны очень мило могли заботиться друг о друге. Она убивает птиц в молнии! Демоны наблюдают Кокурии, которая на секундочку «Ангел» убивает птиц. «Ангелы начинают бросаться едой в демонов. Значит, здесь им можно дебоширить. Аркан то и дело нравоучает, что нельзя нарушать правила, даже если демоны вынуждают. Нельзя вам это и то, делай из них святошь. А бросание едой в общественном транспорте не нарушение?» Меня раздражали беспардонные шутки ангелов про вес Гасса. «Я просто не знал, что мне надеть». «Мог бы немного похудеть, тебя бы никто не узнал». «Я одно поделился бы жиром со своими подружками». «Какие остроумные». «Ангелы – фэтфобы». На протяжении всего мультфильма бесило, что демоны уже много раз нарушали правила схватки с ангелами, но святоши из раза в раз удивляются этому событию. «Ты сжульничала?» «Так нечестно». Не пытаются найти и придумать игру для состязаний, в которой правил по минимуму, или в принципе изначально играть без правил, чтобы быть наравне с дьяволами, ведь они все равно нарушают порядки. Какой тогда смысл? Дизайн персонажей мне нравится намного больше в комиксах, где и эмоции более живые и экспрессивные, и тело не такое длинное с задранной грудью. Из плюсов скажу, что мне нравится, что у каждого персонажа есть свой цвет маркер, и то, что все различаются по внешности, и никого ни с кем не перепутаешь. Возраст у ангелов указывается в звездах, а у демонов – в огненных летах. Так Раф в первой серии говорит, что ей 15 звездных лет. Раф – полусмертная, полубессмертная главная героиня мультсериала. Ее талисман, запускающий превращение, божья коровка Кокс. Ладно, даю вам возможность пошутить в комментариях, а со своей стороны лишь скажу, что Кокс делает из бессмертной Раф смертную. По ходу произведений на обыкновенных заданиях можно увидеть, что Раф – решительная, спокойная и решающая проблемы с холодным рассудком. Так, ангелы нередко приходили к ней, и героиня давала советы, как поступить в той или иной ситуации с подопечным. Также ей присуща вспыльчивость и манипулятивность. Например, в 35 серии, когда после всего того, что произошло между ней и Сульфусом, они вновь стали соперниками, Раф то и дело обидами и чувствами Сульфуса, Раф пыталась манипулировать действиями демона. Кто первым дотронется до буйкаду, ты выиграл, так что теперь я первым отправляюсь к Эндрю. Не надо, Сульфус, не советуй Эндрю покупать этот яд, я никогда тебя не прощу, никогда! Он должен выполнять свою работу, а ты – свою. В итоге Эндрю выбирает сторону Ангела, Сульфус рад, что у нее получилось убедить парня, но Ангел забивает на это и начинает давить на чувство вины. Да, похоже, я проиграл. Я не ожидала от тебя такого, Сульфус. Я не думала, что ты зайдешь так далеко, что подвергнешь риску жизни, Эндрю? Раф, ты простишь меня? Она влюбилась в демона, который должен выполнять свои обязанности, а не радоваться ее успехам. А он мало того, что поздравляет ее, еще и извиняется. Но ей все мало, и в следующей серии она желается на него подружкам. Вы не понимаете, Сульфус разочаровал меня. Раз Энджо решился на такой серьезный поступок, Сульфус должен был поступить по-другому. Как это? По-другому? Не как демон, иначе. В данном случае я осуждаю поведение персонажа, но хвалю то, что подняли вопрос того, что Раф хочет переделать сущность Сульфуса. Она полюбила демона, и теперь пытается обидами сделать из него другое существо. Такое поведение часто встречается и в жизни, когда мы влюбляемся в человека, но позже не принимаем его таким, какой он есть, а пытаемся изменить и переиначить его личность. Также неприятные стороны Рафа вылазят в 43 серии. Подруги предлагают потусить, сходить в торговый центр, отдохнуть. Раф отпирается, говорит, что хочет поспать. Девушке предлагают даже подождать ее, пока она выспится. Но без тебя это будет не то. Я просто неважно себя чувствую. Тогда мы останемся. Принесем тебе завтрак в постель и посидим с тобой. Нет, нет, ничего серьезного, я бы хотела побыть одна. После всех уговоров и даже предложения принести завтрак в постель, Раф убеждает, что хочет побыть одна, и если что, то позовет. Через время Ангел решает рассказать подругам про родинку на шее и свое происхождение, и сидит, ждет друзей. Их долго нет, и она выдает гениальную фразу. Замечательные друзья. Оставили мне совсем одну, когда мне так плохо. Откуда они могут знать, что тебе плохо? Как вы понимаете, когда они вернулись, Раф еще долго обижался на подруг и заставляла оправдываться. Где ты была? Тебе какая разница? Ты целый день провела одна, до сих пор злишься? А ты сегодня только всего полезного сделала, да? Это демоны виноваты. Они затащили нас на очередное состязание. Как всегда, вечные демоны против ангелов. Ты про что? Ничего, забудь. Также лихо умеет переобуваться. Помним, да, как она обижалась на Сульфуса, что тот ведет себя как демон? Это уже не работает, потому что, когда ей нужно уговорить помочь Сульфусу открыть комнату портретов, то она сразу «Эээ, ты же демон, в смысле? Ты че? Это же по твоей части». Тогда просто будь демоном и помоги мне, прошу. Нет, я не могу. Значит, мне самой придется найти заклинание, а потом я найду кого-то, кто согласится произнести его со мной. И кого это, например? Демона. Достойно воззваться демоном. Такими героями нужно быть на стороже, чтобы не поддаваться на эти дешевые манипуляции. Силы, раф, какие-то разношерстные. То мысли читает, то быстро летает, то огнем пуляется, то крылья ее в камень превращаются как щит. Судя по силам других героинь, я думала, что здесь, как в Винкс и Чародейках, у каждого магического существа своя индивидуальная сила. Ури. Лучшая подруга Раф, с которой она была знакома еще до поступления в Золотую Школу. Талисман, светлячок, молния. Ее любовь к фотографии, про которую я прочла на Википедии, увидела некоторые иллюстрации в комиксах, в мультсериале представлены в виде пары серий, где она возится с магической камеры снов. Мне, как РППшнику, знакомы и ее загоны по фигуре. Я подолстела на целый килограмм. Это ужасно! Вы все такие худые, а я настоящая толстушка. У Ури проблемы с самооценкой и нарушения с восприятием себя. Не указано из-за чего это, почему она себя такое видит, но мне близка эта тема. Признаюсь, что сначала я хотела написать совершенно другой комментарий по этой сцене, мол, занимательно, что это говорит персонаж без единой жиринки, кому даже торчащие тазовые кости прорисовали. Посмотрев еще раз, я поняла, что я такая же. И нас таких много, как Ури. Четвертая серия под названием «Истинная красота» в принципе несет в себе хорошие посылы цитаты. Нам все время необходимо знать, как именно мы выглядим. А если чисел становятся недостаточно, мы просим других оценить нас. Я же убедила ее в том, что она должна стать, как все остальные. Я ничего не сделала, она просто посмотрела в зеркало. Оригиналы ведь лучше копии. Из всех ангелов Ури самое менее конфликтное. Когда Раф нет рядом, то берет на себя лидерство. В целом, одна из самых приятных персонажей. Смесь Лейлы и Флоры из Винкс. Судя по силе, она типа ангел природы. В ее арсенале заклинание на растение, погоду и перевоплощение в любое животное. По-моему, очень даже ангел природы. Сладкая. Ее имя на итальянском звучит как «Дольче», а на английском «Свит». Талисман бабочка-беттерфляй. В русской озвучке, как по мне, у нее и у Кабали самые раздражающие голоса. Если смешать помешанность на моде и оценивание образов других Стеллы в новых сезонах, внешность принцессы Баблгам и глуповатый наивный характер киса Валентайн, то мы получаем сладкую. Ты либо любишь ее, либо она тебя будет раздражать глупыми диалогами и озвучкой. Сила сладкой – шок. Не конфеты, а набор видеоблогера. У нее есть звуковые крылья, видеокрылья, стоп-крылья и волосатые. Сила, конечно, никак не связана с ее внешностью и интересно даже, почему именно такой набор сил. Хе-хе, и всем привет! Это я, Микки Моус! Микки – самая старшая, так как осталась на второй год, потому что по неизвестной причине провалила экзамен. Талисман-стрекоза Лула. Не особо часто ее вписывают в команду ангелов и добавляют в серии. Особенно обидно, что часто при коллективных обнимашках ее в них даже не нарисовали. Хотя, может быть, она не особо тактильна. Больше всего фигурирует в компании во второй половине сезона. И внешностью, и характером напоминает кого? Все вместе дружно? Музу! Любит отпускать шутки про демонов, выглядит и ведет себя как сорванец и выделяется среди подруг мешковатой одеждой и кроссовками. Если бы не шутки про вес, то вполне находится у меня в фаворитах среди ангелов. Найти что-то общее в ее силах мне здесь тоже трудно. То создает каменные стены, то резиновые шары, то бросается липкими каплями, а во время турнира получила силу льда. Есть в этом логика? Нет. По демонам дела обстоят гораздо скуднее. Кабали и Кабирия мало чем друг от друга отличаются. Обе без конца твердят про «правила нужны, чтобы их нарушать». Эгоистичные любят подкалывать ангелов. Разве что были у меня предположения, что Кабали нравится Сульфус, так как она постоянно спрашивала у него, покончил ли он дело с Раф и есть ли у него чувства. А Кабирия показана более спокойной и отстраненной, нежели Кабали. Талисманы у Кабали летучая мышь на Сферату, у Кабирии паук Арахна. Газ, персонаж у которого, как и у Мики, меньше всего экранного времени. Самый добродушный и милый из демонов. Влюблен в профессора Темптель. Гроза Саши Стоун, по что его маникюрчику можно только позавидовать. Также любит прокалывать ушки. Талисман, лягушка, кровь. Его магия какого-то хрена намекает нам на его вес. Бургер, крылья, толстые крылья, крылья землетрясения. А если он похудеет, то магия под него подстроится? Или он родился пухлым? А магия бургер-крылья появилась до изобретения бургера? Вопросы, на которые мы никогда не узнаем ответа. Сульфус. Бэтбой и кумир многих девочек. А может и не только девочек, смотревших этот мультсериал в детстве. А может и не только в детстве. Талисман, змея, Василис. Как и все демоны, сделан под копирку. Меняется немного и показывает характер после того, как они с Раф выяснили отношения. Открывается заботливой и терпеливой стороны. Терпеть манипуляции и обиды Раф при этом помогая ей. Тяжеловато. Силы его также разношерстны, но во время просмотра думала, что он огненный демон. У него на глазу имеется такая же звезда, как и на руке вместе с Раф, когда они дотронулись друг до друга. Что заставляет подумать, что, возможно, когда-то он уже нарушал Вета и какой-нибудь ангелочек либо дала ему в глаз, либо мило приласкала. Профессора Темптель и Аркан не имеют выраженных характеров, разве что Аркан более серьезен и безэмоционален. Ну а Темптель просто крошиха и чем-то мне напоминает Маргану из черного плаща. И прежде, чем перейти к злодейке, расскажу вам свою теорию про талисманы-хранителей. У всех ангелов талисманы насекомые, у демонов насекомые, земноводные, присмыкающиеся, и летучая мышь, рукокрылая, млекопитающая. И я подумала, может здесь есть какая-то философия? Их талисманы – те виды жизни, которые существовали до людей и будут существовать после. Может поэтому, как бессмертные мудрецы, они способны наделять хранителей бессмертной или смертной сущностью? Блин, ладно, херню сказала, погнали дальше. Рейна – главный шипер всего этого представления. Мне кажется, каждый мечтал так же контролировать свое любимое ОТП, как Рейна за ниточки тянула Раф и Сульфуса. И так как на сайте Вики Фандом кто-то явно решил подурачиться, то я расскажу вам ее историю. Раньше была ангелом-хранителем смертного алхимика Малаки, у которого пропала жена. Героиня влюбилась в своего подопечного и когда зелье любви не сработало на Малаке, она решила украсть портрет подопечного и подчинить его волю себе. Кража портрета стала огромным кощунством и нарушением вета. Ее заточили в тюрьму Лимба и ничто не могло ее освободить, кроме нового кощунства. Она бессмертна, но она не ангел и не демон, поэтому является нейтралом. Непонятно, откуда у нее такая силища, Малаке – это их крылья. Звуковые крылья! Ночные крылья! Толстые крылья! Соответственно, когда облачаются в смертных, то крылья исчезают. Можно было бы списать на ее посох, но она сама по себе превращается в некое подобие осьминога без всякого посоха и крыльев. Непонятно, как Рейна могла из Лимба контролировать Рафа Сульфуса. Почему за ней никто не следит, что ее раб бегает туда-сюда по свету, что она там и колдовать может, и все ее заточение – это только цепи и странная маска на лице. Лимба, видимо, как измерение Омега в Винкс, куда отправляют плохишей, но за ними вообще не присматривают. А победу над ней я вообще хочу отдельно разобрать, потому что это какой-то кринж, кринги, кринжатина, кринжище. Поэтому давайте окунемся в последние две серии первого сезона. 51 серия. Ранее, чтобы доказать свою преданность, Рафа обманула Рейну, что уничтожила золотую школу, и в этом обмане ей помогли ее друзья. Ты обманула меня! Но мне это удалось лишь потому, что у меня были друзья, а у тебя их нет! Ой, диалог на уровне детского садика. У меня есть, а у тебя нет. Как тебя зовут? Меня Антон, а тебя? А меня нет! Восемь учеников и два препода вступают в битву с Рейной. Их битва состоит в том, что они будто проверяют Рейну на прочность, а не борются с настоящим злом. Их, блин, десять! Десять! А они тупо нападают по одному и спокойно наблюдают, как Рейна отбивается от каждого. Рейна не отвечает! Может быть, это была плохая идея? Может, вы просто тупые и могли уже давно напасть на нее со всех сторон? Какого хрена двое нападают, остальные просто стоят? Как по-вашему, что она делает? Чтобы она не делала, нам придется тяжко. Че? Да, блядь! Я не могу! Вы будто наблюдаете за котенком, которого кладку приручить не можете, и вам будет тяжко убирать за ним говно. Далее профессора с полным спокойствием начинают читать лекцию, блин, на поле боя «Что такое крылья призмы?» Просто целую минуту хронометража они объясняли им про их крылья и цвет сущности. И Рейна просто во время всех их лекций. Да, да, тоже послушаю, о чем базарите. Постою, покурю, может, за пивком сгонять успею. Все, кроме Раф, потому что она получеловек, без какого-либо напряга получают крылья призмы а-ля Enchantix. Просто потому, что они узнали про такую фичу. Знаний достаточно. Где Рейна? Ушла, блядь, пока вы лясы точили. Дебилы. В итоге все, что они сделали со своей новой силой, это один раз все вместе объединились и ударили какой-то радугой в точку, где стояла Рейна. Через время появляется большое количество фероксов и Аркан говорит «Бесполезно пытаться использовать наши силы их слишком много». «Нахрена облачались?» «Нахрена нужна была эта длинная лекция, если вы в обычном-то своем облачении даже не пробовали все вместе ударить по ней?» «Ну что за тупость?» С помощью солнечного света и белой сферы Аркан останавливает фероксов. Но из-под земли наконец появляется Рейна с щупальцами, которые забирают силы ангелов и демонов. Конец 51 серии. Далее, последняя в сезоне 52 начинается на том, на чем закончили. Злодейка тупо трясет ангемона в своих щупальцах как кукол. Почему персонажи так плавно падают? Они что, весом с перо? В процессе падения ангемоны из Энчантикса трансформируются обратно в базовое превращение. К чему был этот Энчантикс? Один раз радугой ударить. Рейна тоже недалеко ушла, могла их давно уничтожить, но просто играет в осьминожку. Ребята очухиваются и выясняется, что у них нет сил. Рейна забрала все наши силы. Мы даже не можем летать? Боюсь, что да. У Аркана эмоциональный диапазон, как у зубочистки. Просто представьте ситуацию. Перед ними, блин, огромная злодейка-осьминог, которая, помимо того, что умеет колдовать без крыльев и посоха, отобрала у них все силы и возможность летать. Аркан же настолько безэмоциональный, как будто у него спросили, профессор, а вкусный яблочный пирог без яблок не получится? Боюсь, что да. В процессе сделки с Арканом за ключ Раф замечает, что у нее осталась телепатическая сила. Умения, полученные в результате усердной работы, намного ценнее тех, с которыми ты родился. Мысль-то хорошая, но за весь сезон не было показано, что Раф тренируется больше всех. Ну или наоборот, у нее что-то не получается, она преодолевает себя. Прекрасно, Раф, ты обрела свою цветную сущность. Ты буквально минут 10 назад в прошлой серии сказал, что она не может получить силу. Увы, из-за того, что ты родилась смертной, цветная сущность не смогла в тебе зародиться. Тогда какого хрена то она, ни хрена не сделавшая для этого, получила эту гребаную силу? Простите, но я, видимо, слишком привыкла к первым трем сезонам Винкс, где тебе силу не раздают налево и направо, где ты должен что-то сделать или как-то перебороть себя, чтобы получить эту фичу. Кто там говорит, что у Блум незаслуженный энчантикс? Вот вам незаслуженный энчантикс. Аж целых 8 незаслуженных энчантиксов. И мы целых 2 минуты хронометража из 10 наблюдаем за медленным превращением Раф и восхвалением ее профессором Арконом. Мама и Рейна Рейна больше не проблема. Высшие и низшие сферы отправили ее обратно в Лимбо. Да, мы даже не видели ее победы над Рейной. Нам просто про нее даже не говорят. Тупо. Но она заточена, все, не переживай. А как мы это сделали? Какая вам разница? Пизде. Ну что, как вам? Занимательная битва. Фаербол и Винкс в последних сезонах не так плохи, оказывается. Что мы имеем в итоге? Рейна достойная злодейка, которая интригует своими действиями и имеет интересный бэкграунд. У нее есть мотивы злиться, так как ее влюбленность называли грехом и кощунством, а попытка быть любимой каралась свободой. Тяжело нести бремя Ангемона, особенно если предмет твоего вздыхания существо, с которым тебе не положено быть вместе. Сначала у меня возник вопрос, почему она просто не отреклась от обязанностей и не стала смертной? У них это не воспрещается и забегая вперед, я прочла, что Раф с Сульфусом так и сделали во втором сезоне. Отреклись от сил и стали смертными, чтобы спокойно быть вместе. Но потом я подумала, что может Рейна испугалась, что став смертной, она не сможет все-таки заставить Малаки в себя влюбиться, а обратного пути в Ангела нет. И подчинить его волю с помощью портрета было для нее единственной возможностью. Именно Рейна, которая появлялась в конце каждого эпизода всей первой половины мультфильма, держала мой интерес, потому что мне очень хотелось узнать, для чего я искрещивать Раф и Сульфуса, кто она такая и что произойдет, когда они поцелуются. Но победа над ней это полный провал. Помимо ужасного финала, на протяжении всего просмотра меня не оставлял кринж с анимацией и постановки кадров. Друзья Ангелов сделана в технике компьютерная перекладка. Это дешевле рисованная анимация и сцены выполняются быстрее. В такой же технике сделаны мультфильмы «Смешарики» или «Рик и Морти». Но если в представленных примерах дизайны проработаны для такой техники, то здесь с самой первой серии ты кринжуешь того, как скачут головы, какие же безжизненные, безэмоциональные лица, способные передавать эмоции только с помощью бровей и губ. Части тела могут в принципе жить собственной жизнью и персонажи порой кажутся будто вырезанными из бумаги. Вот Раф большое количество времени стоит с открытым ртом. Да, Раф, и они заведут настоящих друзей. Сладкая обращается к Ури, но смотрит непонятно куда. И судя по вот этому кадру, Сладкая ростом будто Ури понос, но на другом кадре ее рост такой же, как у Ури. Сульфусу лучше держаться подальше от этого вашего ангелочка. Мои подопечные тоже внутри. Что делать? Отвратительная по композиции постановка кадра. Есть такая штука, как правило третей, где в точках, в которых пересекаются горизонтальные и вертикальные линии, должны стоять главные в кадре персонажи. В данном случае у нас диалог между Каббалей и Гассом. И ни один из них не находится в этих точках. Отчего наше внимание обращено не на них, а на статичную Мишель, стоящую в позе какой-то фотомодели. Это ты так думаешь? Очень быстро сменяющийся кадр. Зачем? Что ты со мной сделал? Я тебя замедлил. Нет, я растолтела. Эмоциональность просто на нуле. Только у тебя есть новые силы. Ты можешь превращаться в животных, а Микки может делать лед из воздуха. Это все здорово! Пять секунд бессмысленного умолчания и пустого взгляда Ури. И снова, что с постановкой кадра? Ощущение, что они не дерутся, а целуются. Как вы понимаете, таких моментов было большое количество, отчего смотреть сериал иногда становилось просто невыносимо. И плюсом к таким вот визуальным ляпам добавим еще просто тупые и детские диалоги. Давайте подумаем, нам уже много раз удавалось найти выход из еще более сложных ситуаций, чтобы помочь смертным. Точно, смертные! Смертные! Смертные ведь тоже идут на вечеринку. Мы посмотрим, что наденут они и придумаем что-то свое. Ты хочешь сказать, что мы почерпнем идеи у смертных? Ага. Класс! Наискучнейший долгий разговор с повторениями одного и того же. Да, прекрати! Противная, противная! Ты, ты, сладкая карамелька! Уф, Кабирия, ты подкатываешь или обозвать пытаешься? Сейчас обратите внимание на паузу в диалогах. Она права. А сладкая поможет нам выиграть. Так что ты задумала? Какие декорации ты выберешь? Я выберу то, где я абсолютно непобедима. Вы чувствуете, как с каждой паузой становится нуднее и нуднее. Ты просто маленькая наивная девчонка. Я тебя использовала. Боже, да что с вами не так? Эмоций нет не только в анимации, ее и в репликах героев нет. По ее реакции уровень трагедии это не то, что сейчас случился великий обман и Рейна вот-вот украдет себе портреты смертных из арав. А будто ангел заказывала латте, но у них есть только капучино. Ну и конечно, куда же мы без бесячих неозвученных стонов. Опенинг и эндинг одинаковы как по музыке, так и по визуалу. Опенинг содержит просто нарезки из разных серий мультсериала, из-за чего смотреть его невероятно скучно. Даже кадры нарезаны не под слова и ритм, а просто сменяются друг за другом. Наверное, сейчас совершу кощунство снова за сравнение с Винкс, но сравните опенинг первого сезона такого же итальянского мультсериала, у которого не было бюджета на тот момент и друзей ангелов. Если решишь, можешь встать одной из нас. И, конечно, нас ждут чудеса в облаках. И нас повсюду храни. Ангелы! Поехте, хоро, так веселей! Мы же ангелы! Ангелы! Девая-то, вперёд, друзья! Между добром и злом будем на край! Сравните, как слова, мелодия и ритм из опенинга Винкс перекликается с визуалом и обратите внимание на отсутствие этого всего в друзей-ангелов. Ладно, кому не нравится Винкс, то можно сравнить и с опенингом чародеек без проблем. Он тоже прекрасно сделан и передаёт ритм и мелодию и атмосферу мультфильма. Делаем вывод. Опенинг и эндинг халтура. Музыка в превращении, когда у вас есть ещё и обратное превращение, очень быстро надоедает. Особенно, когда персонажей много и ты постоянно слушаешь одну и ту же песню по тысячу раз. Прикиньте, если бы Винкс превращались не вместе под одну песню, а каждый раз она включалась заново при превращении каждой феи. По фоновой музыке ничего не могу сказать, нет особо запоминающихся мотивов, но звуковые спецэффекты очень странно подобраны. Да, это заметно. Вы потерялись? Будет здорово, да, Телин? Ты нам окажешь огромную услугу. К чему эти звуки при движении камеры? Будто она шутку тут рассказывает. Звук каблуков, когда они оба в кроссовках и явно идут по мягкой поверхности. Чуваки, не обязательно вставлять цоканье на любые шаги. У разной обуви разный звук при ходьбе на разных поверхностях. Особый кринж это когда в 46 серии идет бой, а на фоне играет музыка будто с веселой рекламой порошка. Ляпы здесь будто неотъемлемая часть сюжета. В седьмой серии, когда Малаки выпускает паука, чтобы тот укусил Рафа Сульфуса, никто ни паука, ни этого господина в маске, который явно выделяется внешним видом, не замечают. Зачем в принципе тогда рисовать его в толпе народа? В восьмой серии мы видим вот такую картину. Два близнеца. Один ангел, другой демон. Близнецы, Карл. Во-первых, как их вынашивала мать? Ее там изнутри электрошокером должно было 9 месяцев бить. Кощунство из кощунств. Второе, они в утробе друг друга не касались? Третье, получается они появились из Саити, ангела и демона? Или вы мне хотите сказать, что ангемоны размножаются как-то по-другому? Тогда бы их в принципе не тянуло к друг другу. В их природе не было бы в этом нужды. Мы все время наблюдали за вами. Но мы же не сделали ничего плохого. Тишина. Ты не представляешь себе, как все серьезно и какой опасности всем и подвергаемся. Учителя ругают Раф и Сульфуса, что те там чуть ли не нарушили вето, пока вели себя как смертные. Говорят, что наблюдали за ними. Но какого хрена тогда вы до этого не увидели чертягу, который всех других ваших учеников отравил и запер Мики? В 13 серии Раф и Сульфус облачаются в смертных, чтобы выбраться из степей. Когда на них позже нападает монстр, они продолжают бегать в обличии смертных и не превращаются обратно. Лишь бы за ручку подержаться? И лишь только в 14 серии они превращаются. Что мешало раньше, идиоты? Кляпом я также отношу родимое пятно Раф сбоку на шее. Ладно бы оно было на затылке, сзади или где-то на спине, но святая корова сбоку на шее? Серьезно? Раф никогда не мылась, не мыла шею, не знаю, можно ли это назвать ляпом, но правила турнира Света и Тьмы до ужаса странные. Во-первых, то, что учителя просто сказали «завтра турнир» и далее последовало. У вас есть 24 часа на подготовку, работайте над вашими силами. Как нам лучше готовиться? Каждый готовится как хочет. Что значит как хочешь? И ладно бы это было просто веселое мероприятие, но так если одна из команд проиграет, то выгонят одного из них из школы. Это у вас такие веселые конкурсы? И для чего турнир вообще нужен? Освободить вакантное местечко? Основной ляп мульта в дубляже это его название на русском. На английском Angels Friends переводится как «друзья ангела», то есть есть главный герой и его друзья, Раф и ее команда. Тогда сюжет встает на свое место, что перед нами мультфильм про девочку Раф и ее судьбу. Зачем нужно было называть «друзья ангелов» мне непонятно. В детстве я думала, что он называется «друзья ангелы», так как эту фразу постоянно выкрикивают Раф с подругами. Друзья ангелы всегда вместе! Друзья ангелы всегда вместе! Но то, что мы имеем, переворачивает сюжет. Я смотрю произведение, ожидая, что главной идеей будет противостояние ангелов и демонов, что те самые друзья этих ангелов это демоны. В этом будет основной конфликт и основная идея. В итоге, этому мало уделяется времени, и сюжет, оказывается, крутится вначале вокруг невозможной любви, а затем прошлого Раф. Вопросы, которые у меня остались после просмотра первого сезона, это Почему именно такие силы у персонажей? Что с приемной матерью Раф, с которой она разговаривает в первой серии? Раф, мой ангел, просыпайся, сегодня тебе совсем нельзя опаздывать. Еще минуту, мам! Пока, мам! Почему Раф не пришла к ней узнать, откуда она? Спросить, почему ей врали и так далее? Как Раф стала ангелом и откуда у нее такая сила, раз недавно только ты не сможешь призвать крылья призмы, а потом вот этот Энчантикс? Рейна ждала два века Раф и Сульфуса? Как она их отыскала? И откуда у Рейны такая силища? И самый, самый главный вопрос это какого хрена одни демоны выглядят как люди, а другие как монстры с Меридиана? Надеюсь, что хоть на какие-то вопросы я получу ответ в следующем сезоне или предстоящей полнометражке. Первый сезон благодаря злодейке и нескольким щекотливым моментам между Сульфусом и Раф держит интерес, но между этим абсолютно тупые диалоги, неприятный визуал и бесячие постоянные превращения. Мне очень нравится идея и поиграв в Секрет Небес я сразу поняла, где создатели игры брали вдохновение. Второстепенные персонажи пустые, даже их участие в последней битве смехотворно, но вы и сами все видели. Я понимаю, почему мультсериал не стал таким же популярным, как вездесущие Винксы и любимые чародейки, потому что идея хорошая, да, но исполнение очень сильно уступает вышеназванным картинам. Первый сезон Друзья Ангела в целом получает 4 кокса из 10. Это было очень сложное во всех отношениях видео, поэтому я надеюсь, что вы оцените его лайком и подписочкой на мой канал. Про колокольчик тоже не забывайте. А также делитесь в комментариях своим мнением об этом проекте, как вам персонажи, сюжет, злодейка и в целом мультсериал. Мне будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я, между прочим, спойлерю видосы, показываю вам скетчи, превьюшек и общаюсь с вами. Еще у меня есть группа ВКонтакте, где я выкладываю вообще все свое творчество. Поддержать меня и получить доступ к эксклюзивному контенту ты сможешь на моем аккаунте в Бусти. Все ссылки найдешь внизу в описании. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Ой, тяжело. Тяжело. Я надеюсь, что это видео выйдет хотя бы на больше 30 минут, а то я его что-то так быстро читаю, что думаю, там, наверное, минут на 15 материал. Хотя, блин, 15 страниц написано. Очень надеюсь, что оно вышло дольше, больше 30 минут. Люблю вас. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова